Кремлевские СМИ Специально для Владимира Путина и его слепой зомбопаствы от начала войны на Донбассе заблудилось около 20 тысяч российских солдат. Почти каждый пятый вернулся в цинковом гробу. Это вполне возможно. Так что я считаю, что это вопрос технический. Всю ночь я не мог заснуть и принял решение проверить, соответственно, эту информацию. Этот россиянин решил проверить слухи, что в соседний городок привезли убитого военного. Ну что ж, поехали. Дорога лежит в республику Марий-Эл. Это за сотни километров от Украины. Скажите, пожалуйста, а на Козьмотемьянске я по этой дороге? Все правильно еду? Да, да. Все, спасибо. Типичная русская глубинка. Неотесанные дома. Покосившиеся заборы. Вытоптанные в болоте тропы. Да, это многоквартирный дом. Двухэтажный. Давайте посмотрим, что внутри. В этом доме когда-то проживал военный Алексей Туманов. В интернете начали писать. Он погиб на Донбассе. Здравствуйте. Низуя Алексея, это квартира Туманова. В интернете появилась информация, что парень в Украине погиб. Это правда, не правда? Правда. Правда? То есть не просто в интернете? Павший в плен российский солдат уже осознал, никаких фашистов в Украине нет. А вернуться домой он и его сослуживцы могут разве что в цинковых гробах. Если приходят в поездки, приедете. Если приедете, работайте, чтобы вам не обещали не вернуться домой. А дядя раненого под Мариуполем Николая Козлова в завершение нашей беседы просит передать украинским воинам вот эти слова. Если вы продержитесь, мы свернем Путина. Если вас захватят, если вы проиграете войну, то у нас этот фашизм будет надолго. Так что здесь у меня очень сильная мотивация в том, чтобы вы победили. И что хотят сказать Путину солдаты-инвалиды? Этим парням по 22 года. Они были солдатами, а стали инвалидами. Оба потеряли на войне ногу после минометных обстрелов. Лейтенанта Сергея Шавкового тяжело ранили во время боевых действий под Луганском. Смотрю на себя, у меня рука в обратную сторону. Я на колене, получается, сижу, пытаюсь отползти на левой руке. Ефрейтера Николая Козлова накрыло огнем под Мариуполем. Я уже понимал, что отстанусь. Уже конкретно, что без ноги. Видел то, что колена нет. Просто пищи на коже и все. Отличие между этими солдатами одно, но существенное. Выпускник Львовской военной академии Сергей Шавковый, военнослужащий украинской армии. Он защищал свою страну от боевиков и наемников. А, бой! Николай Козлов, солдат российской армии. Подлые лицемерные генералы отправили парня на восток Украины, как пушечное мясо. Если пойдут разговоры, добровольцы какие-нибудь, или еще что-нибудь, заблудились. Хренас два. Привезли, на месте показали, что вы уже там. Вперед побежали, шагом марш. Дальше уже, понятное дело, приказ. Военные эксперты в России подтверждают, что солдат используют в темную. Когда формируется колонна, просто кручит, выполняется боевой приказ. Снять надшивки, снять, переодеться в другую форму одежду без знаков различия. Сесть на технику, на транспортера и выехать в заданном направлении. Теперь по центральному телевидению в России показывают десантника Калеку, как героя. Но стыдливо умалчивают, как он оказался в Украине. Все они погибли в мирное время на необъявленной войне в чужой стране. Все понимают, что происходит зло. Все это боятся. История 22-летнего уроженца Челябинской области. Это хронография российского вторжения в Украину. Десятки из его 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады убиты. Тяжелораненых скрывают от лишних глаз в военных госпиталях по всей России. Он лежит сейчас в госпитале, в палате с ним, псковский лейтенант, командир взвода. Еще летом парень хвастался в соцсети фотографией с медалью за возвращение Крыма. Отец тогда восхищался сыном перед родственниками. Всех как радостно говорить. Сын у меня, Колька, зеленым человечком в Крыму отжимает. После захвата полуострова вернулся в родной Ульяновск. Женился. А в августе его призвали якобы на учение. Через несколько дней десантники заблудились. Заблудились просто на бронетехнике и с оружием. На самом деле это правда. А на самом деле все было так. В Ростове только понял, что их на Украине. Объявили учение в Чебаркуле, Челябинской области. Воевал он всего две недели. Под Мариуполем попал под минометный обстрел. Ногу сразу же там где-то снесло. И он сам себе замотал. Но его потом еще три дня доставляли в госпиталь. В госпитале Сергей ужаснулся количеству раненых. Им всем генералы выписали билет в один конец. Здесь же мужчина увидел бородатых, вежливых человечков Путина. Спросил, откуда пацаны из Абхазии. Я говорю, что у нас из Абхазии люди воюют? Нет, мы миротворческая бригада российская из Абхазии. Точно так же, говорит, подняли, привезли. Здравствуй, Украина. Аналогичная схема использовалась во всех конфликтах, где участвовала Россия в последние годы. Так же было и в Чечне. Знает именно обстоятельства, как и церк. Молчание солдат-инвалидов и их матерей цинично покупают. Ему дали был еврей, там стал сержант, ему еще орден мужества. Три миллиона так ему дали. Там еще какая-то, возможно, страховка будет. То есть это некая плата за лояльность. Гросс-200 в августе-сентябре приезжал практически во все регионы России. Но документальных подтверждений, что они погибли на войне в Украине, нет. В графе обстоятельства гибели, как это все произошло, стоят прочие. Трусливые генералы с матерей взяли обязательства не плакаться перед телекамерами. Родителям погибших, на непослухом, на такой непроверенной информации, им плачиваются довольно значительные суммы. Сейчас солдат, оставшийся без ноги и с беременной женой, стыдливо убирает глаза и говорит общими фразами. Слева, значит, такая. Что могу сказать? Значит, так надо. Надо, значит, надо. При этом отец Николая гордится сыном, который уже никогда не сможет поиграть в футбол со своим ребенком. Весь драматизм этой истории в том, что корни семьи Козловых из западной Украины. Я, конечно, об этом говорю, когда ты вообще был в курсе, говорю, что ты был на Бандеровце. Не, это как это? Не помнишь, был дед Николай? Ну, у тебя же бабушка Шевчук, Мария. Ты в курсе? Говорю, Шевчук. У племянника, оставшегося на всю жизнь калекой, но с медалью за возвращение Крыма. Еще будет время об этом подумать. Все родные парни, даже беременная супруга, плачет по ночам, но продолжают молчать. Плачет? Как она это воспримет? Все боятся почему. Хотя в самой российской армии после многочисленных грузов 200... Это захваченный в плен российский танкист. Отправленный на учения в Ростов военный в середине октября оказался в Украине. Отказаться было возможно? Нет. Почему? Если отказываешься, то люди сорают и... Чечня. В семью военного Михаила Дорохова недавно позвонили. Вы сестра, я говорю, да, сестра? Ну вот вы держитесь, только маме не сообщайте. Вашего брата нет. Я говорю, как нет? У меня аж руки затрусились. Как нет, говорю. Я ж вот только разговаривала, как нет. Ну вот, вот так получилось. А где его нашли? На полигоне. Я говорю, что случилось? Он говорит, он повесился. Я говорю, не может быть. Михаил Дорохов был старшиной 8-й отдельной мотострелковой бригады. В конце августа танк из его части нашли вблизи Иловайска. Но Михаил погиб еще в России. Родственники предполагают, его могли убить свои за отказ ехать в Украину. Сказали, что суицид. Вот. Значит, экспертиза доказана, что суицид нет. Мало того, что, значит, судебная министерская экспертиза, вот, значит, показала, что он был изнасилован. Глава комитета солдатских матерей Буденовска Людмила Богатенкова, как и во время Чеченской войны, в одиночку пытается остановить поток цинковых гробов. Я все время в ожидании, в страхе о том, что если будет РУ-200, то, вы меня простите, мы его понапринимали все. В первую Чеченскую, во вторую Чеченскую. Так что для нас это страшно. В ее списках десятки убитых из частей юга России. Но подтвержденных лишь единицы. Многие родственники боятся говорить. Чем можно запугать человека, который потерял любимого или близкого человека уже, в принципе? А я тебе скажу, милая, чем можешь запугать. Запугать очень просто. Если у нее остались пара детей, и она работает. Ей скажут, так, дорогая. Сейчас мы тебе зададим волчий билет, ты никуда на работу не устроишься, ничего. 73-летнюю правозащитницу недавно арестовали. Российская прокуратура обвиняет ее в мошенничестве. Рассказывать правду о войне на Донбассе не в планах Кремля. Российским солдатам эпохи Путина суждено погибнуть неизвестными. У них три ступы. Либо валяться в поле, либо быть затопленным в шахте, либо сгореть в этом мобильном крематоре. Эти кадры не для слабонервных. Донецкий морг забит под завязку. Трупы лежат штабелями, а на улице еще целых три машины. Груз-200 из Донецка и Луганска отправляется на Ростов регулярно. Этот российский город превратился в логистический центр войны против Украины. Длинная траншея на ростовском кладбище. На некоторых могилах аббревиатуры «Неизвестный мужчина», «Неизвестная женщина». Здесь как минимум сотня могил. В тамошних моргах в авральном порядке освободили места. Именно с Ростова цинковые гробы развозят по всей Великой России. В Новоуральске сегодня похоронили солдата, погибшего на юго-востоке Украины. 28-летний Анатолий Травкин, с которым сегодня простились в Костроме, был бойцом в Костромской дивизии ВДВ. В Забайкалье прощались еще с одним добровольцем-десантником – 25-летним Николаем Шарабориным. На завоевание Украины с Ростова почти каждый день отправляются новые эшелоны техники и людей. Стандартная ситуация. Ну, военная техника. Штук 60 единиц где-то мы насчитали. Дороги – две. Одна через Таганрог в направлении Новоазовска, другая на север – это Луганское направление. В колонии может быть 30-50 единиц бронетехники. 100 КАМАЗов может пройти с личным составом, с боеприпасами. 10-30 гаубиц может пройти в колонии и так далее. И это означает, что они готовятся к наступлениям. Россия готовится к активизации боевых действий, причем далеко не только это может быть на востоке Украины. Во-первых, этому способствует обстановка в информационном пространстве Российской Федерации. Я имею в виду в первую очередь официальный государственный телевизионный канал. Этому способствует активное стягивание вооруженных, формирование российских вооруженных сил вдоль границы с Украиной. Это тоже вроде бы как официальная власть России и не отрицает. Вместе с тем, пока на сегодняшний день, подчеркиваю, на сегодняшний день отсутствуют очень важные компоненты, на явность которых свидетельствуют о том, что одна из сторон готовится к вторжению. Это имеется в виду тыловое обеспечение. То есть запасы топлива, запасы боеприпасов, развертывание военно-полевых госпиталей. Хотя я сегодня утром встречался с гражданами Украины, один из Луганска, другой из Донецкой области. Оба они воюют в составе сил специальных операций с 2014 года. И по понятным причинам у них есть контакты с теми гражданами Украины, которые оказались в оккупации. То по информации этих людей, конечно, ее надо еще перепроверить. Но появились, вот сегодня только в час дня появились сообщения о том, что на территории так называемой ДНР началась концентрация запаса топлива, начали освобождаться больничные места в больничных комплексах. И целый ряд так называемых служащих оккупационной администрации, так называемой ДНР, начали эвакуировать свои семьи на территорию России. Если эти факты подтвердятся, я думаю, для этого достаточно одного-двух дней разведки Украины, то тогда, извините, да, можно говорить о том, что идет процесс эскалации, к которому готовится российская сторона.